Итак, уважаемые друзья, дорогие товарищи, наконец-то Россия перешла к тому виду войны, в котором нету ей равных абсолютно нигде на этой планете. А именно войне против мирного населения. Всю свою историю Россия воевала против мирного населения своих ближних и дальних соседей, подавляя народные восстания. Но на самом деле против Украины этот метод войны применен с запозданием. Потому что на территории Украины не осталось никакого мирного населения. Все, кто на сейчас остался в Украине, это все на самом деле участники одного гигантского ВСУ, которое просто находится на разной степени удаления от ноля. Все мирное население уже уехало, используя все законные и незаконные способы. Так что здесь не выйдет. И остается один вопрос. На этой войне применены уже все виды вооружения, кроме одного, а именно ядерного. И возникает вопрос, будет ли применено ядерное оружие или нет. И у людей умных этот вопрос в голове звучит более конкретно. Применит ли разъяренный славянский монстр против подыхающего российского медведя, против страны террориста, жители которой являются каждый террористом ядерное оружие. Вот как надо задавать себе этот вопрос. Ну, конечно, вы скажете, что, ну вот, помните, 30 лет назад продажное, укрополитическое сообщество отдало на территорию мерзлоты все ядерное оружие. А я вам скажу на это следующее. Вопрос мой звучит. Не есть ли на территории Украины ядерное оружие, а применит или не применит? Вы чувствуете разницу? Когда премьер-министра Израиля спросили, есть ли на территории Израиля ядерное оружие. Он сказал, нет. Но если единственным способом для выживания Израиля будет применение ядерного оружия, то мы его применим. Вот что сказал премьер-министр Израиля. Давайте теперь посмотрим на славянскую Украину и вспомним все созывы ее Верховного Совета. И как вы думаете, люди какой национальности составляли эти созывы от 30 до 50 процентов? Совершенно верно. Люди именно этой национальности. Кто был прошлый президент Украины? Кто является нынешним президентом Украины? Человек какой национальности? И если простой народ собирает сотни миллионов на дроны, на танки, на самолеты, на протезы, соберет ли олигархат этой страны, который тоже является в большинстве своем людьми этой национальности, деньги на определенный заряд? У меня это не вызывает никакого сомнения. И я когда-то говорил, русские люди лучше в финал этой ужасной драмы распад Российской империи наблюдать как минимум из-за моря. Продавайте все и сваливайте. Меня не слушали, надо мной смеялись. Но большинство адекватных людей все продали и уехали. Есть определенные люди. Это, конечно же, очень рискованный народ. Они решили наблюдать эту драму с первых рядов. И я тогда им тоже говорил, закупайте продукты питания, консервы, продукты длительного хранения, биологически активные добавки, которые заменят вам овощи и фрукты. Покупайте жаропонижающие, антибиотики, средства, перевязки и шовный материал. Потому что наступит время, когда медицины не будет на территории мерзлоты. И эти люди подготовились. И вот теперь я говорю оставшимся камикадзе. Друзья мои, если вы хотите выжить на территории России и дожить до тех времен, когда проклятые американцы привезут вожделенные окорочки, вам надо покупать вот это. Вот это поможет вам выжить. Продолжение следует...